Это огромные деньги, Сергей. Огромные. Как люди на таких тачках могут вкладывать бабки в хер пойми что? Он закладывает, не говори. Обещал рассказать вам про Алекса Малиновского. Рассказываю. Сука, молодой дебил, блядь. Вот реально. Алекс Малиновский знаком с Сергеем Лазаревым. Певец пиарит его платформу на корпоратив. Ого, ебать. Инструкция и пример того, как можно и нужно добиваться успеха и зарабатывать деньги. И первый способ, это пидорский способ, которым он пользуется. Все, заходим. Такого сегодня не делал никто в мире. Да, это МММ 21 века. Краудвиз. Это наш уникальный проект, которым сегодня нет аналогов в мире. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же молодец. Какие же планы я придумал. Если же со мной что случится, это апостол Михаил будет выдавать. Я говорю, в чем уникальность нашей платформы? В том, что у нас задача не наебать, а у нас задача обучить. Ребята, все по словам не по плану. Их приедет не двое, а с пятером. Нет, давайте я буду лук и суп по французски хочу. Вот его я хочу. Греческий салат хочу. Здесь у нас вкусно. Здесь невкусно, может даже не насти мне его. Надо что-нибудь покушать, я уже проголодался. Здравствуйте. Значит, я хочу вот этот луковый суп по-французски. Хочу. Я хочу. Я хочу. Цезарь. Цезарь. Если не сам Цезарь принесет, то, может, я его даже не нести. Пельменей будешь? Нет, подешевле. Пельменей можно без мяса. Чем могу вам посоветовать десерт Наполеона? Исчезни отсюда. Благодаря таким, как мне, Наполеонам. Короче, у меня есть аудитория спортивная, большая, на Ютубе. Вы знаете, кто я? Мое прошлое? Нет. Я участник проекта «Голосы», номинант «Золотого граммофона». Я водопечник Николая Абаскова, номинант «30 года премию РУТВ». Я музыкант. Я музыкой не занимаюсь, потому что музыка мне близко столько денег не приносила. Это очень большие деньги, поверьте мне. Аудиторию, что у нас игровая аудитория, они загорелись, глаза, он уже готов был, он сказал сначала нет. И я говорю, да, надо все это посчитать. Пойдем, он говорит, у меня даже для тебя есть еще круче предложение. Ты просто загоняешь... Это кто сказал? Сказал Малиновский. Ты просто людей загоняешь под нашу платформу, мы обеспечиваем тебе этот ресурс, и ты просто с ними крутишь, что хочешь, и зарабатываешь чисто с них, с привлеченных клиентов. У тебя в первую линию сразу миллиард будет, он мне прям показал в телефоне там. Вот, смотрите, у нас есть наша реферальная ссылка. Вот сегодня я вот лидер для своей команды, подо мной зарегистрировано 16 тысяч человек. Я зарегистрировал брата, брат зарегистрировал свою жену, жена зарегистрировала свою сестру, и так далее, вниз, 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 по цепочкам, вниз пошло. И прикинь, в каждой цепочке у тебя с каждого человека будет привлеченную процент. Ну, а ты спросил с миллиона, сколько будешь иметь, или там по цепочке только по-другому? 20%. Допустим, вы дали свою ссылку своему огромному сообществу, и под вас сразу зарегистрировался кулиар-человек. Все, ты миллиардер, чувак. От каждой их суммы потраченной вы будете иметь 20%. Понимаешь вообще что это? Они привели еще своих людей, это уже будет их первое, но уже ваша вторая, с которой вы будете иметь 10%. Конечно, это огромные деньги. Вот мы сотрудничество с вами можем рассматривать только так. Сергей, ты должен взять кредит со своей Оли. Еще один кредит? Да, еще один кредит. Потому что наша криптовалюта, это огромные деньги, Сергей, огромные. Ты купишь своей маме сумку Gucci, китайскую. Оригинальные только я могу купить, потому что это огромные деньги, огромный Сергей. У вас будет в руках инструмент, который вам может привлечь огромное количество, то есть вы монетизируете все ваше сообщество. Это огромные деньги. Чувак, это просто интересный миллиард. Это прямо золотое дно. Ты можешь использовать свои ресурсы. У меня есть аудитория, которая мне доверяет. И интересно посмотреть. Чувак, ты знаешь меня, я тебе в глаза смотрю и тебе говорю, что у меня мама захочет, которая, глава комитета образования, которая, она настолько скептически относилась, она такая, Миша, куда ты лезешь? Мама зашла на платформу и просто, блин, там сотнями-сотнями тысяч херачиваешь. Моя мама, она тоже сначала вот занималась, там говорила, да ты что, такого быть не может. Но она финансово грамотная, потому что она глава комитета образования. И она уже давно в теме, она вложилась. Потому что это огромные деньги, Сергей, огромные. Хотел узнать, что в казино будет? Конечно. Сейчас вьетнамское казино хочет нам зайти. Сейчас вот как раз по казино, сейчас вьетнам вот подтвердил только что, заходит вьетнамское казино, азиатское казино, короче. Там просто миллионы людей, чувак. Тоже они сами, они когда на Гэтхаб залезли, когда увидели, у нас же в открытом доступе код ядра, они когда это увидели, они сказали, все. А вьетнамцы увидели, что мы есть на Гэй Хабе, и сказали, о, ебать, вы на Гэй Хабе, все, заходим. Так что и казино будет тоже, конечно, конечно, берег и дит. Ты вот знаешь, в чем уникальность нашей платформы, а? На чем вообще доход? Нишь, косяк в том, что у тебя незнание, бро. Незнание, да. Да, вот, это вот, в этом косяк. Конечно, нет, потому что сегодня от незнания уникальность нашей платформы это не на ебать, а обучить наебываться. Почему вы сегодня не были на, нет, вот вы сейчас на презентации, вот вы сейчас. Приди на презентацию просто. Сейчас, приди на презентацию, и все поймете. Ваш, 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 ваш страх от, от непонимания проекта. Да, да, как у всех он был. Как у всех он был, это нормально. Все-таки я не пойму, с чего деньги идут? Это все от непонимания, Сергей. Деньги непонимания. А когда вы поймете, что такое структура и как она работает в нашем проекте, поверьте мне, вы потеряете свой сон. Вообще, Андрюх, видел, когда они тебя увидят, а меня они не знают, но тебя когда увидят, думаю, неужели он за нас взялся. Да это, ну, бля, не факт, потому что они смотрели по Гафарова. Мой, мой, да, ну, не знаю, мы приехали, короче, походу. Честно говоря, такая операция у нас произошла. Весь день мы ждали, как спецагенты, короче, выжидали, смотрели, когда выйти, когда не выйти, короче, терпели. Вышли вообще, прям очень сильно понравилось. Это нелегкая работа, ребят, честно говоря, цените вот этот канал, эта железоставка, честно говоря, это нелегкая работа, ребят. Мы бы стали миллионером прям сегодня. Не, в Орлу считается хорошая тема, представляешь, 16, сколько, 16 миллиардов или миллионов, ты сказал? С канала можно пойметь. Да, да, да. Да можно до хера пойметь, я не знаю. Да, это просто они говорят, подключите аудиторию свою, и вы в первый же момент, когда люди вложат, ты сразу миллионером станешь, сразу прям. Чувак, ты просто миллиарды будешь платить, это я тебя базарю. Когда меня три или четыре месяца обрабатывали, ступи в ступи, братишка, ну как нам это вам не показать, ребят? Да, да, да. Звезды совпали. Да. А еще я что хотел сказать, Гарри, если ты отказываешься от того, что тебе дают, например, нехорошим путем, тогда все очень тебе воздаст двойде больше, я в это верю. Ребят, к нам подошли. Боится, сейчас выйдем на улицу, знакомьтесь, это Макс. Макс-то знает Малиновского, Малиновского не знает? Сейчас мы выйдем на улицу, все расскажем. Москва, да, Москва, большая дирекция. Сейчас, короче, расскажем вам историю интересную. Короче, как тебя зовут? Макс. Макс, ну ты не против, что я снимаю? Да, да. Тусуемся в кафе, вот в этом вот. Кафе-ресторан называется. Традиция у нас. Да, уже традиция. Здесь все начиналось, когда мы решили полететь в Краснодар. И здесь чувствую, все и закончится. Короче, Макс знает Мишку Генералова, апостола. Апостола Люховер. Да, который стриптизер, помните, да? И говорит, что Мишка ему сейчас угрожает, говорит, хочешь аудиозаписи покажу? Что, покажет всем? Да, да. Ты же не боишься Мишки? Да нет, конечно. А, привет. Апостол Михаил, здорово. Слушай, ты его знаешь? Да. Лично? Да, не знаю, да. Пойдем, где потише, может, пойдем. Угрожает он сейчас, за что? Ну, видим, я так само не понял, за что. Но, видимо, за то, что я показал видео с YouTube-канала нашим общим друзьям. Мое видео? Да, твое видео. Наше видео. Так, ну все, давай здесь что-то, что-то шли, просто там громко. Ну, и чего он там угрожает? У тебя есть голосовые? Да, Михаилу угрожает, что он на высоком уровне, что они ему дали полномочия меня закрыть, за сутенерство за какое-то он меня хочет закрыть. А ты сутенерный? Сутенерный, ты разы. Подожди, а ты сутенерный не отрягнул? Нет, первый раз слышал. Да, наверное, в Краснодаре те самые подвязки. Я в Краснодар не приглашали, чтобы там сутенер реализовать задуманное. Да, короче, а из-за того, что ты рассылал ролик? Подожди, ну этот ролик много кто рассылал, много подписчиков. Да, то есть это самое удивительное. Пацаны, вы же рассылали ролик. Все как бы рассылали этот ролик, но решил предъявить он мне почему-то. Видимо, не знаю, как-то он подумал, что это из-за меня, может быть, его там прессуют или еще что-то там. Так, а его прессуют? Охрен его знает. Я вот, честно сказать, ребят, делитесь, делитесь этими видео, потому как, ну, я ввожу в YouTube, да, я искал их сообщества, искал их комьюнити, а где вот, собственно, все должны обсуждаться. И на криптовалютном рынке обычно, если какой-то проект, то есть публичное сообщество, где много людей, там следят и какие-то известные люди. Короче, ты сейчас, нам надо голосовые посмотреть. Распространяйте просто. Он хотел сказать, распространяйте видео. Так, так, давай по порядку. Не, видео Ниди публикал, просто скинул пару друзьям, то есть, а его это очень сильно зацепило, не дальше. А, то, что бывшие друзья распространяют, да, это все? Я же обозначал, я сейчас совсем на другом уровне. То есть мне сейчас реально, ну, взломать человека, то есть, ну, ты представь, у нас целый проект, за которым стоят, стоят очень серьезные люди. Сейчас, то есть, там, мне вообще срать, то есть, я не знаю, там, наказать человека, как, как, наказать человека могу просто как угодно, скажем так. А вот, на любом уровне, не важно, по закону, без закона, вообще по хую. Петух закукарекал. Так, и, ну, взломать переписку, ну, блядь, братан, у нас, блядь, 20 айтишников, блядь, в команде, ты че, прикалываешься? То есть, тут, хули тут взламывать, блядь. Это он пишет твоему общему знакомому? Да. А первое сообщение какое? Так, давай сейчас, то есть, там уже угрозы, да, пойдут или что? Да. И тут надо выбирать сейчас, короче. А, брат, ну, ты просто не представишь, насколько я сейчас злойный человек, я много ему прощал. На тебя, да? Вот, то есть, я знаю, какой он херь про меня нес. Когда сейчас у меня вскрылись все его переписки, и голосовые, и неголосовые, блядь, со всех, сука, мессенджеров, братан, ты охуеешь, вообще, че, че этот черт, блядь, творит? Ну, там больно, блядь. Он просто, ну, его ошибка в том, что он недооценивает вообще. Сейчас уровень, на котором я нахожусь. И особенно уровень людей, с которыми я сейчас общаюсь. Уровень золотое днище, да, Элег? Прилюбовь становился. Вот это его главный минус. И если я прощал вот эту всю херню и закрывал глаза не раз, сейчас, брат, я тебе честно скажу, я злой настолько, у меня сейчас три, блядь, вот реально три способа, то, что, ну, наказать этого долбоеба, я не знаю. Вот. И первый способ, это пидорский способ, которым он пользуется. Рубрика «Тест на пидора». Я подумал, что эти две картинки можно объединить в одну. Блядь, все его переписки, я просто сейчас эти переписки нам помогу людям. Камон, что он, про кого он, с чьими он тёлками общается, еще что. Камон, что пишет, блядь. Я просто, сука, это сейчас солью тем людям, вот, ну, кому он бы, наверное, не хотел бы шипеться. Это первое. Я знаю точно, что того и того горькая попка, остальное меня не волнует. Молодец, хороший Ильдар, сутенер, дай ему наш подарок. Второй вариант, брат, это, ну, уже жестяковый вариант, это, нахуй, его закрыть за сутенерство. У меня уже сейчас, ну, как бы, у меня уже есть все условия и уже полномочия уже есть. Я просто этого долбоеба, нахуй, закрою за сутенерство. У меня этот вариант был еще раньше, когда он там хуйнёй занимался, фотки рассылал там разные, блядь, мои. Я его пожалел. Блядь, сейчас я не знаю, как, вот, вот, как его жалеть, блядь, если этот пидор, блядь, он, он так, сука, и двигается, блядь, хуёво. И спонсор нашего теста на пидора – тюремный фольклор. И третий вариант, это есть люди сейчас, специально обученные, которые по законам улиц просто этот хуй приезжают на заказ. Там буду присутствовать я, там будут присутствовать те люди, вот, определенные, которые, ну, уже будем решать по закону улиц. Я ему просто в ебальник тыкаю, вот это все говно, блядь, при этих людях, которые он, блядь, нанес. С вилкой в глаз или в жопу раз. И дальше посмотрим, как мальчик запищит, блядь. Но то, что, блядь, я сейчас очень зол, и я не знаю, брат, остыну я, блядь, не остыну, блядь, я не знаю, честно. Если человек гадит, что у него все честно-честно, ему стоит верить на что, сто процентов. Я просто тебе обозначил три метода, которыми я его планирую сейчас разъебать. Но, скорее всего, это будет не первый метод. Вот, я его хочу по жести, вот честно, по жести, блядь, ему отомстить. За то говно, которое эта мразь, блядь, делает в мою сторону, блядь. Смотри, Макс, то есть пока сейчас Мишка Генералов выдыхает и просит, советую твоего друга, твой друг скину эти сообщения тебе. Да. Вот, просьба одна только, можешь удалить тот обзор, в котором, ну, я взял, да, потому что Мишка Генералов... Я сейчас и свой обзор удаляю. Так, смотри, то есть из-за моего обзора пизели получишь ты уже. Да, получается. Да, три варианта, значит, нам предложил Мишка в его новой пирамидальной системе, да, три, пирамида, три. Первый вариант, это он женские переписки сделал. Какие-то женские переписки, да. Блядь, это очень опасный, это не надо, Миш, вот это не надо. Второй вариант, это посадить тебя. Да. Посадить. Мы дали полномочия. А, хорошо. Ребят, делаем ставки, кто первый сядет, он или Мишка Генералов? И третий вариант. Процедурный метип. И третий вариант, блатные, специально обученные по законам улиц люди, в его глазах хуи, опять же, да, вот, то есть хуи несут деньги, хуи их еще и крышут, будут решать, и он при них тебе пальцем тыкнул. Точно. Заебись, а что сам-то не можешь тыкнуть пальцем? Я не знаю, зачем такие серьезные люди занимаются такими дешевыми вещами, там уровень, вряд ли это уровень пирамид, понятно, не могу. Адресы вы квартиры в Туле раздавать, если что случится. Это ладно, короче, что, я публикую, да, ты хочешь Мишке что-нибудь сказать? Миш, привет, надеюсь, увидимся. Ну, что-нибудь передать, вот почему ты распространял мой видос, зачем ты это делаешь? Почему я распространял, да? Я не распространял его видос, я просто скинул пару своим друзьям, чисто поржать, да, тем более ты в свободном доступе вообще, в ютубе. Да, Макс, если со стороны Мишки Генералова все честно, чего ему боятся распространения видоса людей, которые ни хера не понимают в разводах? А он, представляешь, если он к тебе обратится с этими угрозами, сколько, блядь, у него будет вариантов? Там не три. Братан, минимум, блядь, на 13. Если он ко мне обратится с угрозами, я ребят попрошу них нихуев, а наших подписчиков прислать мне видос, где они пальцем в него тыкнут. Еще за это гонорар какой-нибудь объявляют. Как думаешь, сколько видосов придет? Я думаю, достаточно. Мне кажется, они без гонорара это сделают и скинут. Ну, я от Мишки, честно говоря, в шоке. Миш, ни хера ты начал по блатной волне двигаться. Не по-пидорски. Так, гляди, скоро это, татухи у тебя будут пернатые. Короче, ребят, вот такая вот история. У тебя есть что еще сказать на посадке? Да, если со мной что случится, это апостол Михаил бы тебе давать. То есть это уже твое устное, как бы, упоминание? Заявление, да. Устное заявление. Я скажу так, если вдруг со мной что-то случится, это точно не Мишка генералов. Ребят, есть много других людей, которые, скорее всего, поопаснее Мишки генералов. Миша, Миша, занимайся делом, бизнесом крутым, которые вы такие основатели крутого проекта. Продавай пилоны, продавай пилоны, оптом. Потому что для меня вот это, там, рисовать за 10 тысяч, для меня это херня, чувак. Мне это нахер не надо об этом, даже руки пивать. И люди, почему сейчас у меня стихоток быстро... Я из-за киджерера флота ушла, компания Мирома. Бро, и все, и люди, да, и мне люди, они видят, как я изменялся в моей жизни. Я жру в самых дорогих ресторанах, я захотел яхту снял, захотел туда, захотел в Сочи ехать. Все там, там, то, все, и пятое-десятое, как бы, сейчас машину буду менять. То есть, люди это видят. То есть, и я сомневался 8 месяцев, чувак. Вот, его брат-близнец, да, как бы, я с Гришей больше общался. Вот, у Алекса брат-близнец, вот, мама, да, сидит, ребят. Вот, я, он мне вдалбливал, он мне 8 месяцев, Миха, ты, ты, у тебя аудитория есть по фитнесу, в клубной сфере. Я знаю, что ты хочешь узнать, как я стал миллионером. И я готов с тобой поделиться этой информацией. Не, ну что ты опасаешься? Это потому, что тебе говорят страхи, ты должен изучить платформу, и все опасения уйдут, страхи покинут тебя. Вот мой брат, такому как ты, вдалбливал 8 месяцев. Он вдалбливал, ему вдалбливал, пока тот не понял, что это бездонное дно, днище. Понимаешь, Сергей, давай тебе тоже вдолбим. У тебя есть своя аудитория, ты классный чувак, у тебя есть репутация, ты можешь на этом зарабатывать бабки. Я, как бы, ой, братан, ну ладно, что ты, я ему, да, отстань от меня, там, 3 монеты эти купил, по 15 тысяч, которые сейчас уже по 500 стоят, на минуточку. Да, уже, да, то есть, вот так вот. Ребят, всем привет, мы с Рафаэлем снимаем очередной выпуск. Это уже, скорее всего, окончательный, но остальные выпуски будут, если будет попадаться потерпевший, либо что-то будет очень эксклюзивное, если что-то будет, тогда мы уже покажем. В общем, еще раз, Рафаэль на криптовалютном рынке, человек уже находится не один год. Кто я такой, почему я об этом вообще, в принципе, рассказываю, какой еще эксперт, да, эта технология появилась не так давно. Дело в том, что я закончил университетом Гутемни Баумана по специальности обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем крипто. То есть, вот то самое начало слова криптовалюта мы изучали с 2003 года. А эти ребята, кто создали вот такую вот мошенническую схему, они не приходят на криптовалютный рынок, их не знает никто абсолютно на криптовалютном рынке, просто по той причине, что там им делать нечего. И рассказывает, да. А еще раз повторю, любой человек, который хотя бы немножко криптовалютами занимается, никогда в жизни в это не инвестирует. И они, конечно же, это понимают. В Краснодаре у них есть много связей, скорее всего, потому что баннеры висят на каждом углу. Кубань, Краснодар и Сочи. И даже вот через дорогу, смотрите, баннер Кроуд висит. И постоянно меняется кофе. То есть, баннеры, они по всему Краснодару. Хотя, казалось бы, в Москве огромное количество людей. По всей видимости, ребята бьют именно по Краснодарскому краю, Краснодар, Сочи. Там, где у них есть определенные подвязки. И вот он, наш проект. Даже здесь, Краудвиз, решается. Вот так вот загораешь на пляже, поднимаешь голову, и здесь твой проект. Ге, гордость. Сейчас там Раф приехал, Рафаэль, и привел еще одного пострадавшего, в общем, человека от криптовалюты, этой фейковой Краудвиз. Я сейчас побреюсь и пойду туда, к ним. Вот ты мне скажи, американец. Как люди на таких тачках могут вкладывать бабки в хер пойми что? Он закладывает. Как тебя зовут, Рафаэль? Роман. Роман. Андрей. Андрей. Привет. Рафаэль. Красивые места здесь есть, да? Красивые места есть, ребят, но еще красивые меня только что развели. Оказывается, он ничего не вкладывал. Вот они так пошутили по телефону. Да, ну это даже в вкладывать. Ну что, мошенники, что ли? Ребят, не, почему? Мы все выложим. Короче, такая тема, я прочитал. Как Апостол Краудвиз? Апостол? Миш, тема хорошая. Добро себя, Миш. Не-не-не, сейчас прямо. Короче, поедем перекусить. Сейчас мы до судьбы докопаемся. Что-то сегодня ты скажешь пять фактов, почему они мошенники. Или сколько там фактов? Пять фактов. Пять фактов, почему они мошенники. Да, мошенники, ребят, это 159-я статья. Завладение чужим имуществом путем обманного и злопотребления доверием. То есть, если вам кто-то что-то обещает и это не делает, он не мошенник. Он мошенник только в том случае, если за это он взял с вас что-то. Не пообещал. Смотрите, у нас вот здесь рядом сидит бывший сотрудник ОМП. Вот это? Да? Да, да, да. Можно выйти здесь? Я пошел. И так, я камеру выключил. Вопрос. А как сотрудники на таких тачках? Да, я здесь литерат. А, все. Я понял. Они не на таких машинах ездят. Да, да, конечно. А Феррари, Ламборгини. Да, да. Как вы уже поняли, мы в Калуге. Дон Варлеоне, Дон Рафаэль. Привет. Хочу обратно в Краснодар. Почему? Вот там было красиво. Вот ты что, ты что-то против Калуги имеешь? Это свежая маракуя. Свежая маракуя. Короче, ладно. Давай так. Пока к нам за стол не сел твой друг из ОБЭПа, который там уже не работает 10 лет. Ну, мы знаем, бывших не бывает. В общем, как вышел предыдущий обзор, вот эта вот девушка-амбассадор. Тогда вы вообще в жизни не заработаете на этой платформе ничего. Которая разводила пострадавшую Екатерину, да, перед этим. Я вижу, что как будто бы ты отправила эти 25 тысяч краудов на аккаунт, который называется Малина Пидор там какой-то. Ей потом звонила, говорю, что я случайно зашла и увидела, как твои вот эти монеты вывели там еще куда-то. Но это может сделать кто угодно, даже близкий человек. Потому что это может быть кто угодно, это даже может быть очень близкий человек, который просто где-то технически разбирается. Их не может спиздить вообще никто просто технически. В то же время она говорит, мы знаем, кто это, это мошенник с ником Малина Пидор. То есть они и знают, кто это, и в то же время она говорит, что это близкий человек. Потому что аккаунт этот мошеннический, я что-то совсем не понимаю. И в то же время она говорит, а не отдавала ты свой телефон куда-то, не отдавала ли пароль. Подожди, ты же сказала, что этот человек, вы знаете, кто это ворует. Все понятно, да, что она пиздугла у тебя бывает? Может быть там ссылка-то и мошенническая была, хер знает. Ну, ничего уже сделать нельзя. Тут ты как спиздишь, это блокчейн здесь. Как происходит пополнение средств? Сергей, это все просто. Все просто. Ты отправляешь нам деньги со Сбербанка на Сбербанк и присылаешь нам скрин со своего Сбербанка. Вот эти реквизиты, этих банковских карт мы переводим и прикрепляем скриншот данной операции. Ну, позавидовал бы сам Илон Маск. У нас на платформе сейчас полным ходом идет проработка идеи того, как вывести наши серверы через спутники на малую орбиту планеты Земля, то есть в космос. Это уникальная платформа, Сергей. Она рассчитана от 80 до 600 лет. Мы скоро спутники запустим в космос. И по прогнозам наших апостолов это должно произойти к Новому году. Ебать, блядь. Поехали в город по телкам, нахуй. В казино поехали, 200 пятерщук подняли, блядь. Все остальные серверы пойдут за ним в путь, соответственно, в космос. Спутники в космос, не веришь? Я серьезно тебе говорю. На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Вот. А вообще, по планам, наш блокчейн рассчитан на срок службы от 80 до 600 лет. Ложись хотя бы на 300, если не веришь, что она на 600. Только, наверное, конец света будет грозить тому, чтобы нашей платформе пришел конец. После выхода ролика, что произошло на платформе? Был ли обвал? И вообще, что было, браток? Смотрите, на самом деле, после того, как вышел обзор, ликвидность на бирже стала еще меньше. Достаточно одной монетки, чтобы токен Краудвиз стоил 0. Голд, да, так они его называют. И мы обнаружили в блок-эксплорере, там, где отображаются все абсолютно транзакции, как в любом блокчейне, даже в этом, Юлия, некая Юлия Юлинда Кей-88. Она сейчас 24 сентября и 23 сентября выводит биткоины по 0.38, это примерно 4 тысячи долларов. И таких транзакций много, где она выводит битки. Да, конечно, они могут сказать, что это продажа для того, чтобы потом снова купить все, что угодно. Они могут рассказывать, но именно ее аккаунт выводит биткоины с биржи. Возможно, амбассадор, понимая ситуацию и немножко имея здравый, как бы, да, рассудок, она решила из этой пирамидки подвыть. Поэтому, ну, наверное, стоит ее подписчикам, ее группе задать некоторые вопросы по поводу этих транзакций. И не стоит ли бежать с этого корабля. Капитан обычно с корабля должен последний уходить, но не в данном случае. Если вы думаете, что вы взяли свои краудголд и продаете их, получая краудвиз токены, и вы вышли в деньги, нет. После этого действия вам необходимо перейти в раздел «Пополнить счет» и продать, да, обменять ваши краудвиз токены другим участникам. Вы нажимаете «Продать», выбираете их представителя, чтобы отправить ему свои краудвиз токены и от него получить деньги на вашу карту. А что, если этих людей здесь не окажется тогда, когда вы захотите выйти в рубли? Но самое интересное, что именно на этом этапе нам рассказывают о том, что представители краудвиз, что у них действуют смарт-контракты. Благодаря смарт-контрактам все так замечательно работает. Есть официальное видео, которое говорит нам о том, что здесь есть и работает смарт-контракт. Создаются смарт-контракты. Во-первых, что такое смарт-контракты? Я попробую объяснить на пальцах, скажем так, если у меня получится. Смарт-контракт – это некий код в сети, то есть договор, который однозначно определяет исход события. Если у вас есть монетка и у меня, мы с вами договариваемся и отправляем наши монеты в смарт-контракт. Именно смарт-контракт, понимая, что он получил от меня монету и от вас, передает нам эти монеты. Вам мою монету, а мне вашу монету. Никакая третья сторона не участвует в данном решении. В данном случае, в случае краудвиз, смарт-контрактом они называют действие, в котором замешан человеческий фактор. То есть, когда вы отправляете краудвизголд какому-то человеку, только потом он на вашу карту, данные вашей карты, отправляет рубли. Это уже не смарт-контракт и никакой децентрализации здесь нет. Здесь нарушены главные фундаментальные принципы децентрализации. То, собственно, для чего и служит блокчейн-технология. В любом другом случае, применение блокчейн-технологии – это всего лишь фейк, скажем так. Это удобная форма втирания в уши. Наш код размещен на портале гитхаб. Нас можно перепроверить. Ебать! В на гитхабе все, заходим. Вот есть много проектов, такой как Plasm Network. Многие об этом знают, сейчас хайповый проект. Они применяют смарт-контракты. Но эти ребята не отправляют вас, неопытных людей, не знающих, как работают смарт-контракты, проверять код на гитхабе. То, чем занимается Алекс Малиновский. Есть крупные компании, такие как OneStamp, которые являются аудиторскими компаниями и аудируют то, как написан код смарт-контракта. Действительно ли он честный и будет работать? Именно это выполняют аудиторские компании. Никак не люди, которые должны, если хотят, пойти проверить код на гитхаб. А то, что мы создали, по-настоящему уникальная штука, просто потому, что долго, просто потому, что дорого и просто потому, что наши разработчики, уровень бога, это вообще предмет отдельной нашей большой гордости. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумываю? Малиновский утверждает, что это уникальный продукт, уникальная биржа. Таких нет нигде. Им конкурент кто-то, кто-то. Один мы таких не знаем. Программисты работали серьезно, ребят. Ну это просто боги, да. Это просто боги. Итак, теперь посмотрим, откуда боги украли. Да, все очень просто. Главный продукт Краудвиз это, как они утверждают, децентрализованная биржа. Есть такой блокчейн BitShares на криптовалютном рынке. Абсолютно все участники знают о существовании этого продукта. Достаточно популярный в 2015 году появился. И дело в том, что BitShares создали продукт, это open source, то есть открытый код, который доступен для копирования и запуска своих децентрализованных бирж. И здесь... Просто сделать свой сайт. Да, сделать такой. Для того, что разработали они. Да, все верно. Вот она, децентрализованная биржа Краудвиз. Давайте ее откроем. И вот биржа Краудвиз. Вот таким вот образом она выглядит. Да. Интерфейс, он один в один с BitShares. То есть здесь только глупец перепутает. Да, это BitShares. То есть BitShares настолько похож на Краудвиз, что можно даже спутать, переключаясь между этими биржами. Все то же самое. Один в один. Ребят, преступление ли копировать блокчейн BitShares, который, собственно, open source код и предоставляет? Не преступлюсь. Да. Что делает Малиновский? Он копирует эту биржу и предоставляет свои торговые пары, которые нигде не торгуются. То есть он изначально... И я добавлю, врет о том, что это уникально и люди это разрабатывали сами. Но, разумеется, нет. Разумеется, не уникально. Спрос покупки, спрос продавца. И она здесь крайне низка. И, конечно, это видно на графике. Вот такой вот порванный график. Да, здесь проскальзывание. Ну, то есть не что иное, как отсутствие биржи. Я могу показать, как выглядит нормальная биржа с реальной ликвидностью. Вот, видишь, стаканы наполнены. То есть цена здесь разница в доллар между покупателем и продавцом. И огромные объемы. Каждую секунду происходят сделки. Что происходит на бирже? Краудвиз. Ну, ничего не происходит. Она пустая просто. Они не делают все честно и открыто. Они, более того, они даже не на криптоэнтузиастов нацелены. Они нацелены на мамочек, девочек, которые следят за Лазаревыми и так далее. Кто вообще ничего не слышал про блокчейки. Самая аудитория Малиновского, которую нужно как-то было монетизировать. Нужно просто принять, поверить. Это просто нужно поверить, что это так. Просто отдать деньги и поверить на фон. Как они вообще планируют обмануть людей? Они один раз кнопочку нажали и выпустили, правильно сказать, имитировали любой нужный им объем токенов. Умеете, могете просто. Особенно вот тот вот паренек. Они берут и говорят, ребят, вы купили супер, крутой токен, теперь только не продавайте его, потому что послезавтра вы станете олигархами, если не продадите. Им важно, чтобы не было продаж. Трудно предсказать, что будет через год. А я уверен, что через год, судя по тому, как сейчас развивается технология, это... Это бессмертная система. Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах. В третьем чтении, это произошло 22 июля, который запрещает покупку, продажу криптовалют на территории Российской Федерации. Более того, покупку за криптовалюту каких-либо товаров. Совсем скоро этот закон вступит в силу 1 января. И что это означает? Любой, кто будет покупать за краудвиз какие-то услуги или товары, или кто будет покупать со своей банковской картой криптовалюту, подчеркну, ту криптовалюту, которая не получила лицензию в Центральном банке на деятельность. Я вас уверяю, эти ребята точно не получат, им никто и не даст ее. Вы попадаете под уголовную ответственность. Имейте это в виду. Если сейчас у вас есть токены краудвиз, бегите, продавайте. Ликвидности практически нет. Но если вы досидите до дня, когда это будет уже преступлением, скорее всего, Алекс Малиновский выступит с горестным лицом и скажет, ребят, мы хотели сделать вас богатыми, но, к сожалению, нам помешали. Благодаря таким, как мне, Наполеонам. Сейчас мы возвращаемся в Колумбу. Давайте вернемся к случаю Екатерины, у которой украли код и она потеряла свою криптовалюту. Дело в том, что если бы основатели данной биржи, краудвиз платформа, хотели бы избежать такого случая, они легко могли обезопасить своих пользователей. Дело в том, что существуют фишинговые сайты этих бирж, которые полностью повторяют визуальный. И когда человек заходит, он не может отличить, вводит там логин и пароль, и в итоге передает логин и пароль мошенник. Этого можно было избежать, если бы на данной платформе они интегрировали, к примеру, двухфакторную антификацию. Когда вы заходите на их фишинговый какой-то сайт, вводите двухфакторный код, который автоматически отсекает фишинговые сайты от настоящего. Таким образом, ни Екатерина, ни какие-то другие пользователи не потеряли бы свои пароли, логины и не передали их мошенникам. Это легко можно избежать, но, по всей видимости, организаторы данной пирамиды не заинтересованы. Благодаря краудвиз я за полгода смогла утроить свои сбережения, чтобы купить квартиру своей мечты. То, что нам втирал Малиновский на улице, типа заработок, вот эта гарантированная прибыль в процентах, идет благодаря играм в казино, транзакциям, транзакциям, по 250 раз назвал слово транзакции. А почему проводите все конференции? А зачем? Платформа зарабатывает транзакциями, платформа зарабатывает казино. Я ему объясняю, что с этого не может быть гарантирован процент. Я понимаю, что казино может приносить большие бабки в заработки, но если никто не будет играть? На 3 месяца под 60% и на 6 месяцев под 170%. Как может проигрыш человека в казино зависеть от тех вложений, которые принес человек под проценты? То есть ему же гарантируют проценты якобы заработка казино, которая здесь есть. Даже не буду говорить, какие там сумасшедшие обороты. Радует одно, что в наших играх нет проигравших, потому что наше казино блокчейни, где люди играют между собой, друг с другом, а не один человек играет в казино и весь проигрыш создается в казино. Нет, здесь люди играют друг с другом. Под соусом того, что у них беспроигрышное казино. Дело в том, что если у тебя в системе есть 100 рублей и у меня 100 рублей, мы с тобой играем, денег от этого больше не становится, если мои 100 рублей достались тебе. У тебя становится 200, у меня 0. Тут нет проигравших, он всегда есть только выигравший. Объясни, по поводу транзакций, реально ли за счет того, что люди переводят друг другу деньги, обещать им такие баснословные проценты? Стоимость транзакций составляет в среднем 2 краудвиз токена. 2 краудвиз токена это 40. Блок эксплорер открытый, количество транзакций можно посмотреть, там их не миллиарды транзакций. И того заработка, о котором они говорят, его просто здесь быть не может. Допустим, я пришла ко мне партнер из другого проекта, слышал такой проект BestWay? Нет. Жилищно-накопительные кооперативы. Той ночью начинал Абрамович. Миллиарды. Она говорит, мой продукт, я знаю, как работать, я реально могу привести большую аудиторию. Сделайте. Мы ее сделали ЖНК. Все. Проект развивается, все в кайфе. Таня завела под себя. Не спец, какую аудиторию. Таня уже купила дом. Чувак, не представляешь. Я просто не понимаю, с чего сами деньги-то вообще идут. У меня выйдет сюрприз для моего брата. Я ему купила, помогла купить ему квартиру. Короче, да, нравится, не нравится? Что, Женя? Живите, пожалуйста. Я вам встречала все вещи. Ну, что? Та? Че? Таня? Че? Это ваше. Ты, это, не шути такими веществами. Я тебе серьезно говорю? Ну, что-то я везде подумал, что это официально. Кухню завтра будем покупать. Я не понял. А что не верю-то, если он это твое? Я вообще, сколько это не знаю? Я много чего от тебя остаюсь. Ну, сколько сколько это? Я вообще, я просто, я не знаю. Это уже у меня не написано. Коперец. Хоть бы на день рождения. Я же уже не в том возрасте, да, блин. Мне 50 лет, а с ума сойти так и не делается. Офигеть. Все, сейчас где-нибудь жилье, где-то можешь подписаться. Это как 9. Здесь крутая идея, на которую поднялся тоже Мавродий. МММ называется. Дружище, веди всех своих друзей, именно близких, Лазарю, всех, кто рекламирует вашу пирамиду. В чем обман жилищно-копительного кооператива? Его просто нет. Просто этого кооператива нет. Есть какая-то идея. Уже баннеры висят по городам, как нет? Прекрасно. Главное, чтобы деньги несли. Все остальное будет, будет. 1 января? Да. Ваш страх от непонимания проекта? Да, да. Как у всех он был. Как у всех он был. Это нормально. Стриптизер потом все потер, всю переписку, когда мы уехали от них. Потому что там в голосовом одно было сообщение, где он сказал, что эти хуи заводят деньги, и мы имеем бабки. Вот все. Публикация недоступна. Публикация недоступна. Публикация недоступна. Публикация недоступна. Публикация недоступна. Сидел там, удалял пальчиком своим, нажимал. Подожди, если все честно, а что удалять-то? Если все прозрачно, то должен отвечать за свои слова до конца, топить, правильно? Проделана огромная работа Андреем, который всех нас собрал, все материалы, лайки, комментарии. И обязательно, ребята, должны узнать ваши друзья. Возможно, именно ваши родственники, друзья могут попасться в лапы этих последних. Пока меня не завалили, распространяем это видео и ставим лайк. Желательно именно в той социальной сети, где обманывают людей, в Инстаграме опубликовать какую-нибудь картинку с хэштегом Краудвиз. Короче, просто фрагмент ролика вырезаем, тем самым мы победим их рекламу. Что-что про оперативное задержание? Съемка идет? Да, идет съемка. Ну, конечно, да. Предварительно тебя снимают сначала несколько месяцев? Нет, я имею в виду сама задерживаю. В бороду твою. Можно его там посмотреть, да? Ну, конечно. Ну, все, отлично. Когда будете их задерживать? Подскажите. В январе. Продолжение следует.